Всем привет, вы на канале CryptoCommons. Ну что, мальчики и девочки, теханализ не работает, мы в медвежке, ждете 16 тысяч по биткоину? Этого не будет, потому что я вам напоминаю, что когда все чего-то ждут, этого нихрена не происходит на рынке. Биткоин у нас с вами отбился от двухнедельной поддержки Aim & Ribbon. Мы имеем дело с самой длинной затяжной медвежьей ловушкой за всю историю биткоина практически. Не считая, конечно, медвежьих рынков. Вот это был медвежий рынок, это был медвежий рынок. А на бычьих рынках у нас были с вами вот такие медвежьи ловушечки. Вот такие, вот такие вот. Ну, это у нас самая большая. На мой взгляд, естественно, дисклеймер не финансовый совет, ребята. Но если вам нравится криптоконтент, поддержите лайком, подпиской и напишите в комментариях, что вы думаете. Итак, что мы с вами видим? Биткоин лихо отпрыгнул с 38 тысяч на 42, примерно на 10%. Вчера все писали, ну, 38, идем вниз. В итоге вы видите, что происходит. Бычье поглощение, то есть у нас памп съедает все тело вот этого дампа и уходит выше. То, что обычно и происходит в таких случаях. Но давайте рано не радоваться. Если кто-то говорит, что теханализ не работает, на самом деле он еще как работает. Естественно, не всегда и нельзя точно предсказать направление цены, но, скажем так, вероятность в нашу сторону он смещает. Посмотрите, на 5-минутном таймфрейме мы ясно видим, что мы пробили сопротивление в 39500 и в хреновом раскладе мы можем еще опуститься на его ретест перед продолжением роста. Так что не надо сейчас летать в лонге на всю котлету. Можем и не опуститься, можем сходить выше и потом что-нибудь такое нарисовать. Но в целом видно, что это все у нас тяготеет наверх. Четырехчасовой таймфрейм показывает нам, что это с высокой долей вероятностью было дно. Вот здесь было 3 желтые точки дивер. И мы сейчас идем наверх, скорее всего, выше вот этой первой желтой точки. Вот мы сейчас как раз примерно находимся на уровне первой желтой точки. То есть по логике вещей мы сейчас должны выше помпануть и закрепиться именно на этом уровне сопротивления. Либо даже вот на этом уровне сопротивления, который находится чуть выше, который мы долго не могли пробить. Это 45 тысяч. Я думаю, что мы примерно вот такой сценарий сейчас увидим. По беточку и по многим альт-точкам тоже. Тем более мы видим, что золото у нас с вами немного встало. Золото после очень хорошего тузамунского заброса немного откатилось. Назад к двум тысячам. Но вспомните, еще недавно 1900 оно стоило. Сейчас к двум тысячам это уже откат. То есть на 200 почти оно сходило. И сейчас откатилось. И как я хочу обратить ваше внимание, что золото с битком сейчас в inverse correlation, в обратной корреляции ходит. Когда растет золото, биткоин дампится. Сейчас вот золото проседает, биткоин пампится. Поэтому определенно что-то там есть. Что-то есть между ними. Какие-то взаимоотношения у них есть. Определенно. Что можно сказать? Я держу все свои лонги на Bybit. Dash, Bitcoin, Ether, XRP, BitDAO и Polkadot. Какие-то в небольшом минусе, какие-то в безубытке, какие-то в небольшом плюсе. Ссылку на Bybit вы найдете, естественно, в описании видео. С хорошими бонусами. И обзор на эту биржу. Самый понятный обзор вообще русским языком. Без фигни. Вот там вот сейчас у вас появится сверху. Обязательно его посмотрите, друзья. Биржа офигенная. Очень удобно торговать. Как и на Femex. На Femex тоже очень удобно торговать. Тем более здесь есть золото. Золотые контракты. Ребята, это наше все. Тоже здесь держу Bitcoin Long. Вот мои ведра на частичную разгрузку. Все как и было, ребята. Высиживал просадки. Никого не слушал. Все вокруг медведя. Легринят один бычел, как обычно. Но смотрите, что интересно-то. Ладно, Bitcoin. Ладно, золото. Ладно, эфир. Посмотрите, как ведут себя некоторые так называемые щиткоины. Или, назовем их любя, альткоины. Олткоины, как говорит Тон Вейс. Zcash вчера. Посмотрите, что сделал. Вот. Вот эта вот палка. На четырех часах. Это, на самом деле, очень сильное движение. Это было сильное движение на 35% к доллару, чтобы вы понимали. Респект всем Zcash to the moon. Я думаю, что глобально это только начало. Локально мы можем, конечно, увидеть небольшую коррекцию. Вот хотя бы куда-то сюда. Но это будет вообще коррекция на 8-9%. А потом можем также хорошо полететь дальше. По манерам. Видели, что было? По манерам вообще был офигенный памп. На Binance именно манера улетела на 270 долларов. В моменте. Представляете? Со 150 на 270. На 80% помпанула монета. Но это был, скорее всего, какой-то глюконат натрия. Потому что на других биржах она вот до сюда поднялась всего. Ну, как и по классику. Помните, был момент? Тоже на Binance выше. Но, тем не менее, смотрите, манера прямо сейчас корректируется до поддержки. И тут, конечно, непонятно, откуда тянуть FIBA. Но если вот с этого нижнего low до вершины импульса, то манера уже между золотым карманом и 78.6. То есть, в принципе, где-то здесь она может нащупать поддержку и пойти дальше. Вот. В общем, что я хочу сказать? Что мы видим хорошие движения по анонимным монетам. Zcash и манера. Вот у нас, опять же, были на 30 минутках желтые точки. Они отработали идеально. Манера к биткоину, соответственно, тоже. Вы спрашиваете, зачем торговать альты к биткоину? Да вот зачем. Это же безопаснее. Потому что у вас нет риска волатильности к доллару. Даже если весь рынок падает, то альт к биткоину среднестатистически вообще на месте стоит. Ну, либо падает, растет медленнее. Поэтому вот тут очень интересное тоже параболическое закругление. На манере к биткоину. И, да, вчера я проводил стрим и отметил там пару медвежьих знаков, с которыми нельзя, конечно, не считаться. Сейчас я их покажу, наверное. Dash, давайте глянем. Dash тоже, кстати, смотрите, начал неплохое движение локально. К биткоину запампился уже с 220 тысяч сатоши на 256, на 15%. Но это пока еще ничто глобально на 4-х часовике. Это просто разминочная такая свечечка. И, тем не менее, все равно, смотрите, у нас уже было много раз такой памп. И в итоге, что дальше получалось? Мы снова шли вниз. Так что будьте осторожны. Но, тем не менее, большой дивер, желтая точка. То есть тут вероятнее, что мы сломаем эту траекторию понижающихся минимумов и максимумов и пробьем ее наверх. Это как я вижу. Теперь глобально по битку на недельном таймфрейме. Вчера был медвежий знак. Я вам показывал его. Потому что вчера вот здесь вот money flow стал красным. Сейчас, посмотрите, он снова зеленый. Так что, ребята, это на самом деле очень важно. Посмотрите за всю историю битка, как отрабатывал money flow. Да, с задержкой. Но он показывал точно. Бычий рынок. Медвежий. Бычий. Медвежий. Бычий. И сейчас как будто бы бычий подходит к концу на вот этой дивергенции. Поэтому смотрите за ним. Если он все-таки подтвердит красный money flow, вот здесь вот окажется и какое-то время продержится, тогда да. Но сейчас мы видим, что он нифига еще не красный. Смотрите. Одна небольшая свечечка наверх. И здесь зеленая точка. И уже все нормально. Поэтому сейчас вот эти несколько дней или пару недель будут решающими. Если биткоин сделает вот так вот, то все будет отлично. Как и биткоин к рублю, кстати, сделал. Посмотрите, это опережающий индикатор. Вот чего на самом деле я жду по биткоину к доллару сейчас, друзья. И по эфиру к доллару, в принципе. И тем более по дэшу, там, зекэшу, манере, там, понимаете, биткэшу и лайткоин. Потому что они вообще перепроданы. И вот такой вот ту-зэ-мун, которого никто не ждет. И здесь будет столько ликвидации шортистов, что вы просто охренеете. Поверьте мне, друзья, я это видел уже много-много раз. Но, естественно, дисклеймер не финансовый сет, потому что все может измениться. Гринни может оказаться неправ. Рынок очень волатильный, изменчивый. Но, как многие считают, что рынок уже не такой, рынок другой. В этот раз все будет по-другому. Но на самом деле, ребята, как вы посмотрите, каждый раз все происходит одинаково. Рост, падение, рост, падение, рост. Сейчас идет. И будет, обязательно будет падение. Но вот где оно будет? Я думаю, что оно будет после еще одной финальной фазы пузыря. И потом будет падение. И, кстати, падение будет уже не такое большое, как было в предыдущие разы, наверняка. Как и рост. Потому что мы имеем дело с уменьшающимися возвратами и удлиняющимися циклами, ребята. Это тоже важно понимать. Мы находимся с вами сейчас на дне логарифмического канала, откуда логично бы было нам подняться на его вершину, как мы обычно делали это во всех циклах предыдущих. И это будет, да, это будет трехгорбый тогда верблюжий рынок. И после этого мы все-таки пойдем вниз на дно этого канала в медвежьем рынке. Но и дно этого канала уже будет 50 вон, а то и все 60 тысяч, понимаете? Так что мы сейчас, возможно, даже ниже, чем будущее дно медвежьего рынка, друзья. Поэтому дисклеймер, не финансовый совет, конечно же. Все ссылки в описании. Femex, Bybit и другие биржи. Подписываемся к нам в телеграм-канал. Обязательно по ссылочке из описания, ребята. Чтобы не растеряться, если заблочат YouTube. Торгуем аккуратно, с холодной головой. Всем профитролей. И скоро увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»